Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Так, сегодня я сейчас поеду отвозить мой второй тортик и будем отмечать день рождения моей племяшечки. Вот, встала я сегодня рано, чтобы помыть голову. Сейчас вместе с мужем поеду, он будет выходить и меня как раз забросит. А, страшно у меня чем? Я накручиваю волосы. Я накручиваю вот такой вот обычной прямой плойкой. То есть вот так вот их раз, вот так вот накручиваю. Вот, я как-то приноровилась, я помню... У меня есть даже видео на канале, когда я это делала, правда, давно-давно. Меня спрашивали, а как так можно такой плойкой прямой? Ну, как-то я приноровилась, тоже вот видео на ютубе смотрела. Вот такой вот плойкой я укладываю всегда. Вот последние, я не знаю, лет 5 я вот такую вот плойку укладываю. То есть не такой, на который наматывают, кругленькая такая, вот такой вот плоской. И вот такой вот рифленой делаю себе, вот она, этот объем. У корней пару прядей. Ой, что это такое? Пижаму свою, кстати, вообще не снимаю. Я так это, у меня глаза такие, как урак, намылась. Пижаму свою вообще не снимаю. Она оказалась такая удобная. Но спать я в ней не, ну, я знала, что я спать в ней не буду, потому что, ну, я не могу так, когда все много, мне все мешает. Нет, таких я, ну, не могу спать. Я в чем-нибудь коротеньком, вот. А вот это, ходить дома просто идеально. Я думала, на самом деле, будет жарко. Особенно уборку делать, когда я первый раз снимала видео на уборку. Думаю, блин, сейчас жарко в ней будет. Но она такая красивая. Ну, вот как дома ходить, я в ней вот прям дома хожу. Не жарко вообще в ней. А еще самый огромный плюс, вот я говорю, я ее вообще не снимаю, потому что она сохнет вообще за полчаса. Я ее на полчаса закинула, освежила, так сказать. Повесила, ну, так вот, так вот повесила, там, ну, через две на сушилку, чтобы побыстрее высохла, да. И она у меня вот буквально 30-40 минут, все, она сухая. Можно одевать и радоваться жизни. То есть, классная вот эта вот пижама. Ну, я еще себе другие заказала, но я еще это не определилась, если честно. И думаю, может быть, все-таки сестры приедут, сами выберут. И все. Вот, потому что я, в принципе, не жадная. Вот. Так, что-то я вам еще хотела рассказать. Да, по-моему, все. Вот. А, еще, кстати говоря, сегодня на празднике, я надеюсь, будет моим подружкам. Я же еду на район. Ну, как бы, где раньше мы жили. Вот. А они там же живут. То есть, в пяти минутах вот моих родителей. И я ей вчера позвонила, говорю, ну, что, как ты? Придешь, не придешь? Вот. И вроде как она согласилась, говорит. Ну, я говорю, ну, что, для разнообразия ненадолго. Тоже. Я надеюсь, что все будет нормально, и еще подружку свою заодно увижу. А то так, даже когда я на районе бываю, редко когда получается, потому что все, ничего не получается, и ты бегом уже бежишь домой. Так, все, я красопетка. Девочки, пройти орла с астенотоником. Беру виши. И знаете что, я же хотела отпаривать, даже купила. Хотела, я на самом деле хотела окна помыть еще очень давно, когда еще зеленая травка была. Знаете, ну, в Москве погода была шикарная, было не холодно. Я хотела окна помыть, и тогда я хотела полностью их помыть. Сейчас я уже, когда отпариватель получила, ну, думаю, хотя бы с этой стороны помою. И шторы постираю. Вот. И тут мне работы так много сейчас работы у меня, то я сидела ноябрь... Я не поняла, это что, сверлит, что ли? Шесть утра. Это сверлит. Они обалдели же совсем. Не, ну, это вообще уже... Вообще уже охренели. У меня слов просто нету. Ну, вы слышите, да? Мне кажется, слышно. Потому что очень слышно. Я думала, сначала эту машинку стирать. Нет, это вообще что-то селости нету. Я сейчас поднимусь, реально. Я сейчас реально поднимусь. Если там открыто... Там у нас просто дверь такая, которая входная. Там нету звонков, нельзя позвонить. Она закрытая. Звонки есть только уже, когда вот входишь в входную дверь. И она, скорее всего, закрыта. Но я поднимусь, я не полене сейчас. Ну, вообще-то лежа. И это, хотелось же я. И, в общем-то, мне работа подвалила. То я ноябрь-декабрь... Практически вообще у меня не было работы. А тут я вообще в последнее время, почти чуть ли не каждый день езжу в офис. В общем, очень много работы. А я еще подумывала увольняться. Думаю, ну, как бы работы нету. Соответственно, и денег нету. Вот. И я подумывала, в общем-то, увольняться. Вот. Работаю я, в общем, помощником управляющего директора. Меня дичонки спрашивали. Ну, с бумагами, с документами, с бумагами, какие-то поручения. Вот. Но в основном я это делаю все дома. То есть, если мне там что-то как бы надо иногда... Вообще, ну, обычно я ездила один раз максимум в месяц в офис. Ну, там что-то сделать. А так, в основном, я дома все... Ну, как бы все дома, дома-дома. Там девчонкам отправляю. Они там все это делают. Там подписывают. Но иногда мне тоже надо будет в офисе быть. Вот. И я думала, что такая, ну, как бы работы нет. Соответственно, денег нет. Хотя, с другой стороны, стаж идет. Вот. Думала увольняться. А сейчас прям работы много. Теперь я не знаю, когда я буду стирать шторы. Сегодня вот еду на праздник. Потом мужа один выходной только будет. Будем с ним отдыхать. Куда-нибудь пойдем сходим, может быть. Вот. А потом опять мне на работу. Вот. В общем, такие вот дела. Ладно, пойду уже собираться. Девочки, я, значит, уже тут. Знаете, чем мы занимаемся? Я тебя не буду показывать. Вот. Надуваем шары. Оп. А вот. Все спят еще. А у нас занятие. Очень интересное содержание. Шары надули. Сейчас напойду, наверное, в фикс прайс. Потому что вот с этой вот ниткой обычной, да. Тут вот. Ну, вообще как-то не смотрится. Если будут вот эти, знаете, новогодние такие вот, ну, веревочки. То возьму, может быть, какие-нибудь другие. Потому что она с ниткой вообще. Я вот эти на нитку, конечно, сделала. Но это так просто. Сейчас вот они такие маленькие сами по себе. Шарики надуваются. Вообще дыхалку испортила. Просто вот на шкафы повесить. Знаете, так вот. А вот эти вот хочется на такую красивую ниточку. Чтобы еще детки могли с собой забрать. Вот. Девочки, иду в магазин. Мама написала мне список. Сама на работу ушла. Купить всякую молочку. Большими буквами на списке. Проверять срок годности. Ну, потому что молочные продукты, детки. Ну, и вообще надо, в принципе, проверять. Хотя я на самом деле, ну, это редко очень делаю. Но стараюсь это делать. Вот. Сначала в магазин, а потом в фикс прайс. Я в своем любимом районовском магазине. А Воська такой мне нравится. Он такой, как бы, небольшой. Маленький, но он такой уютненький, такой родной. Смотрю, что тут можно выгодно приобрести. Вот тут Леонор. Гели вот эти по 309. Хотя у меня порошка много, но я хочу попробовать гельми стирать. Ну, не знаю, как у меня получится. Кстати, бреф 109 рублей. Но у меня еще две штуки есть. Одна в ходу, две штуки есть. Он мне очень понравился. Прям классный. Вот этот бреф. Вот порошок тоже скидки. Так, ну, в принципе-то мне ничего не надо. Больше я здесь ничего такого интересного не вижу. Такой небольшой здесь ассортиментик. Но все самое такое нужное. Раньше он был вообще очень большим магазином. Потом он... Ну, видимо, аренда была уже дорого платить за большую. Они сузили, но все равно он остался таким же милым и родным. Макароны тут по акции вроде бы. Но я посмотрела, у мамы есть три пачки. Я взяла только одну длинненькую лапшу, потому что детки любят длинненькую. Вот думаю, может еще сахар взять прям по 23 рубля. Очень хорошая цена. Мука. Блин, сейчас с этим всем тащится фикс прайс. Это мне не очень. Хотя, надо, наверное, взять пакетик все-таки, чтобы маме не тащить лишний раз. Возьму, ладно, пакетик сахара. Детки-то особо ничего не едят. Знаете, взяла вот такие вот им субаранки. Сушки, маленькие сушки. Сейчас еще, может быть, каких-нибудь фруктов возьму, посмотрю. По своему району вот так, чтобы пройтись как-то прогуляться в магазин, сто лет не было. Здесь так много чего вон понатыкали. Смотрите, и табак, и фрукты, и секонд-хенд. Секонд-хенд. Цветочная база была, фикс прайс был. Пироги, мясо. Прям такая настальживная. По районам. Сейчас вот фикс прайс сюда уже. Аптека, столички, кстати, открылась здесь. Там вроде недорого было, я помню. Надо сейчас еще в аптеку у меня зайти посмотреть. Кое-что надо прикупить. Вот. Такие вот пирожки. Прикольненькие. Такая была уже. Кружечки. Горшочки прикольные. Подсвечники эти в стиле лофт. Ну, как-то мне не нужны. Но они прикольные. Маленькие, большие, совсем большие. Три размера. И вот эти вазы. Тоже, в принципе, неплохие. Такие, ну, закос на модность. Часы какие-то новые. Мне, в принципе, ничего не надо. Мы пришли за... А, за нитками. Господи, я уже забыла. И за нитками, и за веревочкой. Такую хочешь? Или такую? Такую хочешь? Это ля-ля, она говорит. У меня есть, пока. Ну, пусть возьмёт уже одну будет. Там, одна, там. А там, с другой стороны, ещё лепка. Что-то такое. Вот лучше какую-нибудь мягкую игрушку. Смотри, какие, Ксюш. А смотри, какая олень-собачка какая-то. Не хочешь такую? Смотри, беленькая. Бе. Бе? Не нравится? Ну, всё, хорошо. Бери такую. Да. А вот смотри, Мишка какой. Не-а. Не-а? Ну, ладно, ладно, как хочешь. Ну, я поняла. Вот гладильная доска даже есть. Что? Вот эту хочешь? Да. Вот такую? Зелёную? Или розовую? Розовую, может быть? Угу. Зелёную возьмёшь? Да. Ну, всё тогда. Тебе лопату дать? Лопату будешь копать? Да. Ну, давай. Чуть-чуть сейчас прогуляемся на детской площадке. Никого нету, мы одни. Тишина, птички поют, погода замечательная. Ну, что, пойдём на горку? На горку пойдёшь? Да. Ну, иди вот к папе, папе. Помню те качели, она на них вообще не хотела кататься. Помнишь, мы летом когда ходили? Ты держишься? Держишься. Держишься? Ну, молодец. Меня хотят это. Вот вот эти качели. Вообще не понравились. Испугалась она. Летом ходили кататься. Смотрите, какой у нас путешественник. Мы зашли, он тут летает один. Летает из твоей комнаты. Прилетел, пока мы тут одеваемся. А то эти маленькие, они спускаются. Ну, бери, бери, бери. Опа. Давай раздеваться. Ты кушаешь суп, а потом тортик. Все кушают. Вика, а мясо? Почему? Девочки, я дома. Я немножко растрепанная. Вот. Но это потому, что я приехала. В общем, очень хорошо так посидели с детишками. Мыльные пузыри, шарики эти надувные наигрались. Вообще, мне кажется, я наигралась на год. Устали все. Вот. Мало снимала, но зато прям так мы хорошо наигрались. Покусали тортика. Торти, кстати, были очень вкусные. Хотя я сама свои произведения, ну, как бы я к ним просто равнодушно отношусь. Ну, как бы к тактам, к сладкому, ко всему. Вот. В общем, очень классно провели время. Подружку проводили. Она пошла тоже детей укладывать спать. Мы свою тоже уложили. Я помыла посуду и уехала домой. Пока ехала, так что-то промерзла. Пришла домой, думаю, ну, полежу немножко, чай попью. Попила чаек и, в общем, уснула. Сейчас, наверное, где-то сколько времени? Ну, да, где-то часок я поспала. Сейчас вот проснулась, поэтому я такая растрепанная. Вот. И буду сейчас готовить ужин даже. А, я с утра замариновала курицу. Так что я сейчас буду курицу жарить и, наверное, или макароны, или картошку. Ну, сейчас посмотрим. В общем, сейчас буду готовить ужин. В общем, на ужин решила картошечки я почистить. Почистила картошечку, поставила ее сейчас отваривать просто. Просто в обычную картошечку, ни пюре, ничего. И вот моя курочка. Сейчас я ее начинаю жарить. Это приготовила себе, чтобы не забыть. Потому что муж просил. Наверное, завтра буду делать вот прям две тушенки. И здесь у меня половина, 350 грамм макарон. Вот так прям буду делать, чтобы было прям вкусно-вкусно. Ну, еще лучок. Но это, наверное, завтра я буду. Сейчас буду заниматься курочкой. Сейчас хочу посмотреть. Овощей нету. Что-нибудь из-за, ну, вот этой закрутки. Что у меня тут есть? Перчик. Муж меня не очень любит. Я обожаю. Вот такой вот перчик. Прям очень люблю. Так что здесь еще у меня есть икра баклажанов. Восемнадцатый год. Кстати, вот его, наверное, надо и достать. Баклажан сладкий. Вот такой. А еще перчик. И тоже восемнадцатого года. Ну, ладно. Нет, наверное, перец-то муж мой не будет. Это я потом себе отдельно открою. Так что. Вот такие это кабачки. Я так думаю. Ну, да, кабачки. Это уже не мамина. Закрутка. Это вот мамина. А это уже, по-моему, крестный моей. Что здесь еще так? Это каша. Это сусло квасное. Так, что еще здесь? Так, аджика супер острая. Но это мы оставим. Это что такое? О, варенье и инжир. У меня тут-то вообще-то еще можно питаться и питаться. Так, о, кстати, вот это повидло. Надо будет пирожки как-нибудь сделать. А, кстати, девчонка ко мне приедет в гости. Я, наверное, вот с этим повидлом. Так. Мед. С инжиром, по-моему. Так, томатная паста. Там у меня это мой скраб. Кстати, это у меня закончилось. Надо его сюда. Что здесь еще? И еще баклажаны сладкие. Две банки баклажанов сладких. Хм. Наверное, баклажаны сладкие все-таки. Их же две банки. Да, все остальное и перец по две. Да. Возьму, в общем, я вот эту маленькую баклажану сладкие. Все. Ужин готов. Картошечка. Это я уже все выключила. Правда, как обычно, у меня вся плита. Наверное, мне кажется, так у всех. Все. Сейчас буду накладывать на тарелочки. Это вот баклажанчики. И я хочу картошечку сделать. Вот здесь у меня такое пахучее масло. Полить маслом. И сверху еще вот обычным, обычным лучком. Ох, как сейчас нам будет вкусно. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Девочки, я, кстати, с утра не поленилась. Я поднялась. Но по поводу вот этого ремонта. Но дверь была закрыта. Еще кто меня давно смотрит, помните, я вам рассказывала. Это было где-то год назад. У нас над нами живет семья. И там двое детишек. Ну, таких уже, ну, не маленьких. Ну, в смысле, уже в школу ходят они. Один постарше, другой чуть помладше. Вот. И была такая ситуация. Но я терпела год. Вот реально год терпела. Они после нас въехали. Да. И, в общем, как... А я еще тогда работала пятидневку. И ложились мы спать это в 10. В 11 уже все засыпали, если у нас это получалось. Вот. И только время без 15.11. Без 15.11... Без 15.11, да, господи, вот это... Без 15.11, в общем, как они начинают... Они как будто вот прям просыпаются и начинают просто бегать. Бегать, орать, кричать. Ну, они, наверное, играют. как бы все нормально, я там, как бы, дети, все, и игра на гитаре, и это до часу ночи, вот, пусть даже не каждый день, но через день это точно было, я терпела реально год, ну, мы, как бы, я их видела вообще в своей жизни раз здесь, ну, так просто здоровались и все, вот, ну, в общем, в один прекрасный момент, у меня на следующий день надо было на работу, и у меня очень важная встреча была, я еще по поводу нее переживала, то есть, ну, как бы, там такая была, и, в общем, ну, они опять начали, короче, в 11 часов, в 11, да, беситься, играть на гитаре, бегать, смеяться, кричать, орать, вот, и, в общем-то, не давали мне заснуть, потом я вообще не смогла, не смогла вообще, в принципе, заснуть, и, в общем-то, поспала, наверное, 2 часа, и я вот день пришла и накатала им записку, ну, типа, я, конечно, все понимаю, как бы, все в вежливой форме, детки, да, играют, ну, давайте это будем делать как-нибудь хотя бы до 11, все, с этих, с этих пор все успокоилось, я не знаю, кто сейчас делает ремонт, мне кажется, они же делают ремонт, вот, мне так кажется, потому что именно вот сверление, то есть, не где-то вот в каком-то углу, а вот как будто прямо надо мной, то есть, ну, не знаю, вот, и, в общем, это прекратилось, но это бывает иногда, редко, очень редко сейчас, может быть, 2 раза в месяц, но это, по крайней мере, прекратилось. На гитаре теперь, они, знаете, как играют, еще после этого момента, в обед, когда дети спят, ну, в последнее время не играют, но вот до этого было такое, вот, я сейчас тоже, наверное, вот, ну, в ближайшие дни тоже напишу, я не знаю, повешу тоже, ну, как так можно сверлить в 6 утра, ну, это вообще уже, что ли, дети спят, они сверлят, в 6 утра они сверлят, ну, это вообще, конечно, это единожды, да, ну, было, вот, по крайней мере, но все равно. Вот, девочки, что еще я хотела вам рассказать, так, про волосы, про Алирану, девочки, эффект будет заметен после месяца, когда уже свои волосы будут отрастать, ну, то есть, волосы растут примерно, ты видишь, месяц, я специально себе вот здесь вот прям каплю еще добавляю, вот так растираю, чтобы мне было понятно, ну, как бы, там-то рост волос я не вижу, а вот здесь вот мне будет видно, поэтому говорить об этом еще рано, вот, через месяц, когда я закончу вот этот вот тюбик, он как раз на месяц предназначен, то я уже с вами поделюсь результатом, сейчас еще как бы рановато, вот, буду заканчивать это видео, девочки, не забывайте поставить лайк, нажать на колокольчик, всем пока-пока!